здравствуйте друзья я хотел с утра рассказать беседе так но такой онлайновый которая меня произошла с одним из наших зрителей значит парню 30 лет он живет в москве юридическое образование но он инвалид колясочник ему как бы невозможно ходить в офис на нормальную работу так вот как мы всех ходим поэтому последние пять лет он занимался интернет-торговлей и вот как-то жил а сейчас получается что это не работает потому что люди перестали покупать ну как то так вот деньгами проблемы там я не знаю как бы сыпется бизнес и и он пытается найти работу за рубежом ну то есть там где больше стабильности наверное в этом в этом смысл работы за рубежом и там у него вопросы возникли поэтому я вот отвечая на его вопросы я подумал что надо бы наверное обсудить вот некоторые вещи в более широкой аудитории дело в том что и раньше тоже но особенно последние пару лет вот так как бы начиная с после майданных дел значит мы здесь вот находясь соединенных штатах видим поток такой нарастающий запросов вопросов людей которые приходят с одной и той же идеей что вот хочу делать что нибудь нас западного заказчика но в данном случае американского поскольку вот мы здесь и одна из проблем в реализации состоит именно в том что это стало массово вот и раньше были люди которые там думали давай какой-то аутсорсинг возьмем и были люди которые из соединенных штатов искали какие-то ресурсы в других штатах других странах чтобы там организовать этот аутсорсинг носим был такой поток в обоих направлениях но сейчас получается что сейчас получается что резко усилился поток вот стоит с той стороны и как-то знать когда сразу всем нужно одно и то же то конечно они начинают очень остро друг с другом конкурировать и кажется им что наиболее привлекательные из того что они могут предложить это цена и при всей конечно важности цены значит мы понимаем что кроме цены есть еще масса всяких факторов которые создают удобства или неудобства и как бы мотивируют людей в одну сторону или в другую значит принимать решение дело в том что вообще такая глобализация экономическая не на уровне больших компаний а на уровне вот skype там я не знаю имейла там мессенджер мессенджеры всевозможные значит средств коммуникации так широком смысле да значит айпи телефонии там и так далее значит все это создает как бы такой маленький мир в котором не так важно где ты там находишься важно вот как ты подключился к там на кто ли или иной компании организации группе там и так далее и в этой борьбе участвует не не только люди живущие там в россии и украине там странах бывшего ссср но есть люди в англоязычных странах ну скажем вот индия вполне англоязычная страна там если это не айтишники а просто люди там с высшим образованием в другой области в какой-то они работают за какие-то очень смешные деньги но но просто в фантастическим маленькие есть страны не как сказать и не англоязычные но там полно народ который прилично говорят по-английски на привод пакистан например в пакистане очень много народу которые говорят по-английски хорошо вот поэтому те кто пытался вот фрилансить на таких вот международных тусовках они они знают что из очень многих стран люди пытаются получить проектик и они готовы некоторые готовы просто за опыт там чуть ли не бесплатно это делать вот поэтому с точки зрения ну скажем вот американского там работодателя такого онлайнового офшорного конечно удобно когда эта страна англоязычная удобно когда эта страна стабильная когда в ней нету ну каких-то таких вот потрясений в результате которых тебя могут какие-то санкции наложить или там вдруг что-то обвалится и я не знаю там что-то такое начнется и так далее в этом смысле индия выглядит например очень привлекательный очень такой спокойной стабильной страной где ничего плохого уже давным-давно не происходит система образования построена англичанами когда-то то есть как-то близко так по по структуре по философии ну и так далее поэтому тот тот американский работодатель который задумался на тему о том надо бы вот мне чего-нибудь вывести там за рубеж особенно если мы говорим про бизнес да то есть вот они не конкретно там программировать а вот какие-то офисные дела то конечно хорошо чтобы ты был человек из англоязычной страны чтобы он мог ввести документацию там на языке и тогда но есть чудовищный процент бизнесов чудовищная я хочу сказать возвращаясь к мысли о том что есть кто-то уже интересуется там и так далее я только хочу на на малый бизнес сейчас перейти не на большой на малый потому что в ситуации с молодым человеком из москвы он скорее найдет что-то в малом бизнесе чем в большом так вот если мы смотрим на малый бизнесу там вообще никаких таких поток особых к аутсорсингу не видать потому что ну мали маленькая команда это надо какое-то решение принять надо там натренировать людей которые где-то находятся там стороне на стороне это нужно иметь какие-то ресурсы для этого временные там и очень ход мысли должен быть специфический тогда поэтому существует и чудовищная пар по размеру ниша да и что теперь у меня камера вперед поехала и так немножко отвернулась наверно странное такое действие произошло на дороге так вот существует чудовищная по размеру ниша малого бизнеса который в общем-то борется за выживание который с удовольствием может быть какую-то часть своей работы куда-то скинул бы но пост постольку поскольку эти люди в малом бизнесе не сказали себе еще я бы хотел что-то вынести не составили спецификацию что они хотели бы вынести и так далее так далее так далее конечно можно им написать письмо и сказать я значит ну там имейлом допустим я вот я живу в пакистане и готов там за 200 долларов в месяц выполнять там ну как какую-то офисную работу для вас и им им трудно понять что там написано потому что понятно что это во времени как-то сильно расходится непонятно непонятно какую собственно работу то есть поскольку они не ставили себе такую задачу что можно отдать на сторону то так сходу и понять нельзя поэтому в этом деле побеждает тот кто в состоянии на понятном языке языке этому бизнесу сказать чего чего может предложить предложение типа вот мы для вас сейчас чего-то сделаем я могу сказать приходит ну практически ежедневно бывает что пачками из самых разных мест тут у тебя все время вымели получаю вот мы там начинают айтишных там или там разработка чего-нибудь или там очень много оптимизация страничка там на на для гугла дайте чек 3 хохмочки выучил и уже вот он хочет там заработать значит но и вот это очень много но много и другого тоже там типа офисный саппортом как вот и они пишут как бы людям которые хотят этого но вот просто может быть хотят поторговаться или там они за какие-то деньги делают они им дешевле предлагают там что-нибудь вот такого плана я вижу очень много и я не вижу людей которые говорят вот мы выполним вот такую-то работу для вас и чтобы я понял что это ко мне относится непосредственно раз и что это действительно можно вынести и что это действительно там скажем имеет смысл по деньгам потому что они обычно так маскируются насчет денег и когда начинается такая более тонкая проработка выясняется что они на самом деле не хотят это делать очень дешево они хотят наварить на том что кто-то будет выполнять работу обычно это все от посредников идет которые хотят как бы все львиную долю оставить у себя это теряет смысл как бы с точки зрения денег на самом деле и так далее поэтому значит что я хочу сказать что если есть такой большой интерес к получению проектов заказов там работы от западных там скажем компаний то соответственно я про маленькие сейчас говорю именно про маленькие то соответственно мы говорим себе они нас не ждут они не то чтобы нас искали мы должны им сказать что-то что их заинтересует вот в их вот в этом мире людей которые что-то делают но но не ищут помощь там где-то со стороны в другом штате там и так далее вот вот собственно и все поэтому значит что остается остается владеть английским уже это английским ты не владеешь то бессмысленный разговор возникает дальше значит дальше если ты уже владеешь более-менее английским значит ты себе говоришь я веду там какую-то маркетинговую компанию я хочу специализироваться на чем-то это может быть например помощь для страховых агентств небольших или там брокериджи это может быть я не знаю рил эстетные какие-то бизнесы это может быть абсолютно любой вид бизнеса я не знаю просто просто любой который вы себе можете представить который вы можете себе ну как-то я не знаю сказать что вы могли бы там делать скажем вот есть юридические офисы вот есть допустим человек он говорит я могу помогать там юридических офисах вот с этим с этим с без того чтобы иметь там американскую лицензию но хотя бы мы знаем может быть что-то он может делать он должен сам понять если он сам не поймет что он реально может делать и не предложит этого то его шансы стремятся очень быстро к нулю вы скажете ну а как же я пойму а как же я знаю ну вот так значит не можешь значит не можешь нет не значит что все кто хотел там получить вот такой проект значит все пойдут его и получит нет получит те кто в состоянии сформулировать и предложить что-то такое чтобы их поняли вот это те мысли которые меня возникли в процессе ответа на вопросы нашего зрителя из москвы то есть я когда пытался ему объяснить вот я как-то так с этой стороны посмотрел и подумал что надо бы вынести на более широкую аудиторию может быть может быть у кого-то опыт есть я я бы очень положительно отнесся если бы кто-то кто реально вот берет такие проекты и знает как это делать может быть написал бы пару слов а может быть я не знаю там сказал бы давайте я на видео расскажу я я с ним видео записал но во всяком случае мои мои соображения они больше такие умозрительно если бы кто-то уже конкретно сказал пойти когда айтишник например там что-то делает мы мы понимаем это в общем то такая деятельность не сильно связанная с языком то есть безусловно связанная но но все-таки не не настолько как допустим там вот человек который юрист по образованию вот и востребованность больше и войти как бы аутсорсинг и там офшорные какие-то дела это абсолютно сказать на каждом углу то есть никого не удивишь и а и люди смотрят в эту сторону это понятно но вот если он не айтишник если он еще что-то делает то вот тогда все это было бы конечно намного интереснее послушать там чего люди скажут а пока что вот каждый день приходит значит рассылки по имейлу из вот там российской федерации украины разных других мест счастливо